На ипподром впервые попала в 10 лет. Это и определила будущую профессию. Юлия Дробышевская, наездница с 25-летним стажем. Поработать успела с разными беговыми породами. Когда увидела рысаков, признается, влюбилась. Теперь о них знает все. На аукционе не впервые. Свою первую лошадь приобрела здесь же год назад. Вернулась за второй, чтобы скорее начать подготовку к сезону. Эти лошади уже заезжены. И мы будем просто их работать и готовить к бегам. Им полтора года. Бегать они начнут с весны, наверное, с апреля, с мая следующего года. То есть зимой мы будем просто базовую работу делать. Здание 70-го года постройки возведено специально для проведения международных аукционов. Торги здесь проходили до начала 90-х и возобновились 20 лет назад. Посмотреть на лучших представителей орловской рысистой породы по традиции могли не только потенциальные покупатели, но и все желающие. Покупатели совершенно, скажем так, разных категорий людей. Я видел здесь и профессионалов расистого дела. Очевидно, люди уже наметили себе лоты, которым особое внимание будет уделяться. Но также есть люди из сферы конного спорта, например. Очевидно, есть и новички вообще, любители, кто будет только знакомиться и кто знает, может быть, и приобретут свою первую лошадь. Эта порода первая рысистая в мире и первая культурная в России. Названа в честь своего создателя. На аукционе были представлены 42 лошади от лучших производителей. Познакомиться с представленными лотами можно было заранее. Лучшие лошади, в правильном понимании, должны попадать на ипподромы. Но это совершенно не исключает их использование, например, в классических видах конного спорта. То есть конкур-войска. Это лошадь прекрасная для троек, для экипажной езды, для просто спокойной прогулочной верховой езды, в драйвинге, да где угодно. Лошадь, конечно, которая, если кто-то понимает, лошадь за лошади, и с ней пообщался, он влюбляется в эту породу. 200 тысяч продано. Средняя цена лота превысила 500 тысяч рублей, а самой дорогой покупкой стала рысистая по кличке Казна. За нее будущему владельцу пришлось заплатить полтора миллиона. Аукцион завершился результативно. Более половины лотов продано. Лошади с горок десятых разъехались по всей стране. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов. Телекомпания Одинцова.